О главных событиях, которые произошли к этому часу. Взрыв в Китае унес жизни 44 человек. Амстердам отказался обнародовать документы по крушению малазийского Боинга. Школьники Луганской народной республики будут учиться по российской программе. Украинские военные всю ночь обстреливали Горловку. По словам местных властей, по городу работала тяжелая артиллерия с позиций украинских силовиков в Дзержинске и Майорске. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Вечером 12 августа и в ночь на 13-е массированным обстрелом вооруженных сил Украины подверглись поселок Октябрьский Куйбышевского района, поселок Стармихайловка Кировского района и поселок Горького Киевского района. Один человек погиб, трое ранены. В Министерстве обороны ДНР фиксируют все новое скопление вооружений у линий разграничения. В нарушении минских договоренностей киевские власти продолжают стягивать Донбасс гаубицы, артиллерию и системы залпового огня. Минувшей ночью в китайском городе Тяньцзинь на местном портовом складе сначала раздалась серия взрывов, а за ними последовал масштабный пожар. Как отмечается, саморазрушительный взрыв, мощность которого местные эксперты оценили в 21 тонну в тротиловом эквиваленте, раздался через некоторое время после первых, когда на месте уже работали огнеборцы. Ударная волна была такой силой, что ее зарегистрировали сейсмические приборы. Она ощущалась на расстоянии более 10 километров. В радиусе нескольких километров от этого удара были разбиты стекла домов, в результате чего пострадали многие жители города. Как сообщают местные средства массовой информации, в помещении могли храниться химикаты, а именно цианиды – эти вещества опасны для здоровья людей. На данный момент известно о 44 погибших и 500 раненых. В больнице Китая до сих пор поступают пострадавшие. Официально о причинах произошедшего не сообщается. Руководство компании, на складе которой произошли взрывы, задержано. До сих пор не установлено, какие именно химикаты и в каком количестве находились на складе. Голландские власти отказались рассекретить отчеты о расследовании причин катастрофы малайзийского Боинга, который разбился в Донбассе в июле прошлого года. Европейские средства массовой информации не единожды направляли запросы на имя министра безопасности и юстиции Нидерландов, требуя предоставить данные о расследовании крушения малайзийского лайнера в Донбассе на основании закона о свободном доступе к информации. Однако все получили отказ. Глава министерства безопасности и юстиции Нидерландов заявил, что в Амстердаме осознают, насколько серьезное влияние оказала трагедия на европейское сообщество. Но секретность является более важной в данном вопросе. Программы подготовки мы отработали и позаимствовали те программы, по которым занимаются школьники в Крыму. И у наших представителей были в Крыму и взяли эти программы. Кроме этого, будет устроен семинар обучения для учителей наших школ, куда приедут консультанты из Крыма и Ростова. И сегодня представители нашего министерства находятся в Ростове для того, чтобы эти программы внедрить в наши школы. Потому что есть значительная часть предметов, которые необходимо согласовать с программами Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин